Девушки отдыхают Во-первых, самое горячее из ледовых шоу, ледниковый период, кубок профессионалов. И с вами его ведущие Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Считанные недели остались до открытия Олимпийских игр в Сочи. И мы с нетерпением ждем, как выступят наши фигуристы на этом самом главном соревновании в их жизни. В этом году на Олимпиаде впервые будут разыграны пять комплектов наград. К индивидуальным соревнованиям среди мужчин и женщин, к соревнованиям в парном катании и танцам на льду добавляются командные соревнования. В связи с этим на Первом канале приняли решение провести по новой олимпийской схеме свой турнир. Среди лучших фигуристов планеты. И начнем мы как раз с командного зачета. Борьбу за Кубок профессионалов будут вести две команды. Сборная России и сборная мира. Сегодня они покажут нам свои короткие программы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вместе с вами первый этап Кубка профессионалов на Первом канале. Буду смотреть я, Владимир Гомельский, и заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов мира, Европы и СССР, чемпионка СССР Елена Водорезова. Здравствуйте, дорогие телезрители. На ваших экранах составы обеих сборных России и мира. Здесь мы увидим на льду только самых исключительных, самых великих чемпионов современного фигурного катания. Дополнительную интригу нашему старту придает то, что в истории эти спортсмены между собой уже встречались. И они между собой оспаривали самые высокие места на пьедесталах почета. Как-то они выступят. Давайте смотреть, болеть и любоваться. Оценивать мастерство участников наших соревнований будет жюри, состоящее из профессионалов фигурного катания. Наши арбитры строги, но справедливы. Они гарантируют нам атмосферу настоящего спортивного состязания. Заслуги каждого из этих людей можно охарактеризовать одним емким словом – мастер. Встречайте, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России – Елена Анатольевна Чайковская. Елена Анатольевна была прекрасной фигуристкой, она чемпионка СССР в одиночке. И она же потом стала гениальным тренером, подготовив нашу лучшую танцевальную пару – Сашу Горшкова и Люду Пахому. И ее воспитанники выигрывали и выигрывали. Елена Анатольевна – автор нескольких книг о фигурном катании. Мастер спорта международного класса. Тренер Игорь Шпильбанд. 8.40, 8.45. Между прочим, Эйвир Шпильбанд был чемпионом мира среди юниоров в 83-м году в паре с Татьяной Гладковой. А сейчас он тренирует всех лидеров мирового фигурного катания в Канаде и США. Например, олимпийских чемпионов Фанкувера Тессо Вертио и Скотта Мойра, а также Мэрила Дэвиса и Чарли Уайта. Трехкрасный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Петренко. Я надеюсь, что вы, уважаемые телезрители, помните этого интереснейшего, прекрасного фигуриста. На льду за ним было наблюдать очень интересно. И он стал замечательным тренером. Одна фамилия. Вместе с Галиной Змеевской Петренко тренировал американского фигуриста Джонни Вейра. Ну, это имя в фигурном катании. Чемпион мира и олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Олег Васильев. Надо расширять географию и этого вида спорта в стране. Олег Васильев успешно тренировал и пары, и одиночников. В 2001 году он начал тренировать Татьяну Татьмянину и Максима Маринина, которые стали олимпийскими чемпионами. А в последнее время наиболее успешным дуэтом у него стали Мухортова и Траньков. Заванова и Олег Васильев. Заслуженный тренер СССР. Мастер спорта международного класса СССР. Заслуженный тренер России. Заслуженный деятель искусств России. Татьяна Анатольевна Тарасова. АПЛОДИСМЕНТЫ С моей точки зрения Татьяна Анатольевна не нуждается в представлении. Гениальный тренер. Сколько раз ее ученики выступали на Олимпиадах, столько раз они завоевывали золото. Самый победоносный тренер вообще в спорте. Не только в фигурном катании. Талантливый и необыкновенный. Фантастический лидер по характеру. Татьяна Анатольевна, путь к победе. За плечами этих фигуристов долгая карьера на льду. Они катались с разными партнерами, пока вдруг не встретились на одном катке во время тренировки. И тогда, как в кино, они посмотрели в глаза и поняли, что не смогут жить друг без друга. Почти так, Настя. Они действительно стали и спортивной, и семейной парой. Но публику они привлекают не этим. Их конек необычные и впечатляющие поддержки. Встречайте! Призеры чемпионатов среди профессионалов в парном катании. Фиона Залдуа и Дмитрий Суханов. Великобритания. Сборная мира! Вы выступаете за сборную мира. Для вас это больше давления или меньше? Это на самом деле очень здорово, потому что мы знаем всех участников, мы с ними уже катались. И очень здорово, что сейчас мы в одной команде. Дмитрий, а вы уже соревновались с олимпийскими чемпионами в парном катании? Да. Поэтому это будет борьба, в которой вы хотели бы взять своеобразный реванш. Ну, да. Возможно. Попробую. Итак, это короткая программа. И здесь будут обязательные элементы. Вы волнуетесь из-за каких-то конкретных элементов? Ну, все наши элементы достаточно сложные. Возможно, те, которые мы покажем вначале, несколько более сложные. В любом случае, удачи вам, ребята. Желаю вам хорошего прогрета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 шагов у этой пары, да? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, посмотрев на эту пару, не ошибешься. Это парное катание. Великое парное катание с потрясающим количеством уникальных элементов, великолепно исполненных, придуманных. И тут нет никаких вопросов. Просто одни плюсы. Чуть-чуть мне не хватило вращений, мне не хватило сбалансированности программы. Все-таки мы сейчас оцениваем как на соревнованиях, да? Вот если у других спортсменов будет больше элементов и в плане катания, и в плане прыжков, и вся программа будет более сбалансирована и будет включать в себя огромный набор нашего великого фигурного катания, тогда те, естественно, получат выше. Но это первая пара. Честь и махвала. Они блестящие откатали, и я их поздравляю. Ну, рассказывайте, кто вас поддерживает в вашей команде? Моя любимая поддержка, которая мне нравится. Или кто, вы имеете в виду, кто у нас главный? Я думаю, что он главный. Да. Он главный, он принимает все окончательные решения. Что произошло? Ты у нас босс, скажи мне, пожалуйста. На льду – да, но в жизни – нет. Исключительно. Ну, правильно все, так и должно быть. Скажите, пожалуйста, ожидали выше балл? Что помешало получить все 6-0? Конечно, нет. Конечно, мы не рассчитывали даже на этот балл, потому что это практически наши первые, вторые профессиональные соревнования в нашей большой, длинной карьере. И мы очень довольны, что вообще сюда попали в этот раз. Отлично. Ну что же, спасибо вам большое. Желаю вам успеха в дальнейших соревнованиях. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Это пара сложилась не сразу. Были сомнения, были разного рода обстоятельства, но стоило им только начать кататься вместе, как они тут же выиграли чемпионат Европы. А какая они прекрасная семейная пара. У них растет красавица-дочка. И поклонников после ухода из любительского спорта у них не убавилось, слышишь, Настя. Они приветствуют своих кумиров. На льду двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира в парном катании. Мария Петрова и Алексей Тихонов. Сборная России. Короткая программа. У вас несколько есть обязательных элементов. За какой элемент больше всего волнуетесь? Очень сложный элемент в конце, прям в самом конце программы. Прям суперэлемент. То есть будем ждать окончания. Сейчас катайтесь за сборную команду России. Это больше ответственности, чем за индивидуальное? Это, наверное, равной степени ответственности за себя и за Россию, но за Россию все-таки чуть-чуть побольше. Болельщики с вами. Ребята, удачи. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Итак, оценки Марии Петровой и Алексея Тихонова. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9. Общий балл 11,8. Намного больше, чем первый. Игорь, вопрос к вам. Оценка 5-9 за технику. Чего не хватило? Мне очень понравилось выступление пары. Мне кажется, технически они выполнили программу на самом высшем уровне. Но они не последняя пара у нас сегодня в соревнованиях. Поэтому оценку 6-0 я решил бы придержать. То есть бережете баллы для следующих пар? Ну да, 5-9 это очень высокая оценка, по моему усмотрению. Мне кажется, пара продемонстрировала замечательное катание. И меня, на самом деле, ты спросил про оценку про технику, но меня поразил артистизм пары. Техника сплетается с артистизмом. Все поддержки имеют смысл. И ребята держали характер программы от начала до конца. Мне программа очень понравилась. Значит, не 6-0, потому что придержали все равно балл для следующих, может быть, конкурентов. Придерживаю, видимо. Понятно, понятно. Татьяна Анатольевна, к вам вопрос. В оригинальности программе не отказать? Симпатично. Симпатично. Но не ах. Они делали все потрясающе. Во-первых, ну, вы знаете, вот этот выброс, хранить так много лет, и делать его так четко, в общем-то, на площадке, которая чуть меньше. Татьяна Анатольевна, к вам вопрос на сегодняшний день. Очень сложно. Плюс 3 за исполнение был бы выброс оценен. Да, я считаю, что этот выброс был бы мной оценен. Плюс 3, тем более, что он стоял во второй части программы. Еще дополнительный коэффициент. Еще я хочу сказать про свечку, которая была исполнена совершенно блистательно, и в конце этой свечки была подкрутка сделана, про то, про что ты говорил, в полтора оборота с приходом на одну ногу. Я бы в эту программу обязательно бы вставила ТОДОС с какими-то вертушками. Это как раз та одна десятая. Потому что ТОДОС, да, не отменяется. Это парный элемент. Никто его не может сделать лучше, чем вы. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Особенно внутренний. Правильно я говорю. А вы забыли. Маша, Леша, я вас поздравляю с началом. Ребята, а вот это вот, вот ты когда ее бросаешь, и она долго-долго в воздухе, а потом падает, и все равно приземляется на ноги, или когда ты ее подбрасываешь и потом ловишь, это сколько вы не пробовали вот это дело? Я хочу сказать, что несмотря на то, что... Спасибо, друзья. Несмотря на то, что ледниковый период только что прошел, и мы давно не делали выбросы, я не перестаю удивляться способностям своей любимой партнерши. Она говорит, слушай, что-то нога болит. Я не буду сегодня, наверное, тройное делать. Я говорю, хорошо. Ну ты не волнуйся, я соберусь. И я сегодня волновался, потому что, правда, давно не делали, мы его репетировали, но тем не менее была пауза для ноги специальная. Выходит, зараза, делает все. Ну любимая зараза, ну скажи... Любимая очень, очень. Дорогие, вот ты знаешь, ты с восхищением смотришь на своего супруга, а мы с восхищением смотрим на вас, потому что чудеса творите на льду, и совершенно потрясающая пара. Но вот это вот чуть-чуть пресловутое, которого не хватило до 6.00, как же вы Тоддес-то просчитали? Потому что я так понимаю, что в любительском спорте там же определенный набор элементов, я уже, видишь, просвещенная. А Тоддес мы оставили для более лирических, романтических программ, потому что он там более ложится под музыку. Вот именно для всего того, чего так ждет Татьяна Анатольевна, и мы все, зрители, которые вас так любят и ждут вас. Спасибо вам большое. Спасибо. В нашей следующей паре оба участника начинали как фигуристы-одиночники. Их соединил ледовый театр Татьяна Анатольевна Тарасовой. После этого они дважды выигрывали чемпионат мира среди профессионалов и участвовали в различных ледовых шоу. Их мастерство не подлежит сомнению, а опыт заставляет трепетать соперников. Посмотрим, в какой форме они сегодня. На льду чемпионы мира среди профессионалов в парном катании Елена Леонова и Андрей Хвалько. США. Сборная мира. Вот вы сегодня представляете команду мира, да? Ответственность большая? За команду ответственность большая, да. За работу, за команду? Да. Шансов не теряете? Надежду не теряете, конечно. Не, но мы приехали, чтобы получить как можно больше позитивного настроения, да, и чтобы, ну, как-то так, чтобы был это праздник для нас. Ребята, вот короткую программу сейчас будете катать, выброс будете делать? Да. Какой? Кауфман 2,5 оборота. Это самый сложный элемент в программе, да? Нет, у нас еще очень много элементов, у нас все элементы достаточно сложные, это элемент такого парного катания. Я понимаю, но это самый коронный элемент вашей пары, или у вас есть еще в загашнике какие-то трюки, которые... Есть поддержки, есть интересные тодисы, раскрутки. Загашники трюки есть. И загашники трюки, которые... Ну, наши зрители вас знают, любят и желают вам удачи. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 商 Heinz icking. Спасибо. 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 Ну, ребята выполнили потрясающую программу с очень сложными элементами. Я снял только за касание руками на выбросе. Все остальное было исполнено на высоком уровне. В любительском спорте за это, наверное, сняли бы больше, я так предполагаю, да? Ну, я снял меньше. Отлично. Татьяна Анатольевна. Во-первых, я хочу сказать, что я их совершенно обожаю. И смотрю за их развитием всю их жизнь. И счастливо, что соединились они у меня дома. Познакомились и так дальше идут по жизни. И я им не подсуживаю, потому что все, что они делают, они делают уникально. Например, Тодос, который переходит из одного положения в другое, а потом как будто она его уволакивает по всему катку своей силой, мощью. Это соответствовало образу, который они создали, мощному... Это соответствовало образу, соответствовало музыке, под которой они катались. Да, потом, ну, потом идет... А потом был аксель, выброс. Они сделали, конечно, хуже, чем Маша с Лешей сделали. Но я за это сняла десятки, потому что была потеря равновесия. Это было плохо видно, но они такой пролет колоссальный сделали. Они могли бы посоревноваться в прыжках в длину. Ленка еще когда каталась в юниорах, она летела на полплощадке. Я это хорошо помню. Люди приходили смотреть на Леоновский выброс. Честно. Олег, к вам вопрос. Я так понимаю, вы первый раз судите профессиональные соревнования. Ответственность, конечно же, колоссальная. Это первое 6-0 в вашей жизни, которое вы поставили. Петр, это не первое соревнование профессиональное, которое сужу я. Я судил это еще в том веке, профессиональные соревнования, которые проводил Дикбаттон. Это было очень давно. Но 6-0, я так понимаю, первое, потому что Дикбаттон... Там были другие оценки, согласен, да. 6-0, действительно, это моя первая оценка на этих соревнованиях. И я очень рад, что ребята заслужили первые, заслужили эту оценку, потому что программа была шикарная. Здравствуйте, дорогие. Приветствую вас на наших соревнованиях профессионалов. Было ли сегодня какое-то волнение? Скажи, пожалуйста. Да ужасно волновались, честное слово. Ужасно волновались. Мы не соревновались уже, как профессиональные фигуристы, 12 лет. 12 лет! 12 лет! И поэтому, конечно же, вышли совершенно непонятные уже это ощущение. Сложно было и собраться, сложно было как-то эмоционально себя подготовить к этому. Но вот вроде как справились. Никто вам здесь не поверит, потому что, может быть, из ощущений вы вышли, но из формы вы в потрясающей совершенно форме находитесь. Спасибо большое. Спасибо. Ты скажи, пожалуйста, а доволен ли ты, Андрей, сегодняшний прокат? Доволен и недоволен, что вот на выбросе было касание руки. Доволен, что программа очень получилась. Спасибо, Саша, большое. Вот работали по ночам, старались. А вот еще насчет волнения хочу сказать. Если перед выходом на сцену или на лед не волнуешься, пустой и все, надо заканчивать. Надо заканчивать, да? Вот я волнуюсь, значит, у меня еще все впереди. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас с началом. Спасибо. Как мы все ждали, что они вернутся в любительский спорт. Но из-за загруженности в различных ледовых шоу и невозможности договориться с Федерацией фигурного катания, мы так и не увидели их вновь на соревнованиях. Ну почему же? Мы увидим их сейчас. И поверь мне, Петя, наши соревнования вовсе не игрушечные. Я ничего такого и не говорил, Настя. К каждому выходу на лед наши участники готовятся серьезно, ведь лед ошибок не прощает. Встречайте, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Сборная России. Я так понимаю, что факт волнения усиливает, конечно же, присутствие в жюри вашего тренера, с которым вы стали олимпийскими чемпионами. Есть такое? Нет, если честно, наоборот, успокаивает. Думаете, будет немножечко так подсуживать? Может быть, есть надежда в этом? Подсуживать вряд ли, но во всяком случае на всех соревнованиях он был рядом и здесь, может быть, поможет. Я думаю, что он вам поможет своим присутствием только, конечно. Удачи вам, гуд лак, как говорится, я с вами. Время сжигать мосты Время искать ответ И менять сгоревшие лампочки Длинная ночь Время сжигать мосты Время сжигать мосты И я живу как вредно Я просто пытаюсь быть Я маленький человек Время сжигать мосты 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 Продолжение следует... В Турине, когда эта пара стала олимпийскими чемпионами, в 2006 году я там ликовал просто на трибуне. Мне казалось, это и было абсолютно заслуженно. Но вот ребята перестали выступать в любительском спорте, стали профессионалами. Как скучаешь по любимым спортсменам. Знаете, я вообще такое удовольствие получила, какие они стали интересными, современными в катании. Продолжают выполнять уникальные элементы, поддержки, выбросы, тройной Риттбергер выброс. В общем-то, этот показательный, я думаю, он бы являлся украшением для любого соревнования. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Татьяна Анатольевна, количество реквизита? 3, 4 падения на льду. Оценка 5, 9, 6, 0. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, что я хочу сказать. Мне очень понравился номер. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень. Я их таких не видела. Театрально все очень сделано. Есть серпантин с падениями. Очень интересно. Есть связующие шаги, очень хорошие, в самом начале, с маленькими поддержечками с помощью партнера, с изменением направления. Есть все, есть потрясающий тройной выброс. Поверьте, его тоже хранить 8 лет после победы. Чего не хватило? Не хватило верхней поддержки одной, которая была бы с поворотом партнера. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Елена Анатольевна, стойка на одной руке в партнершах вниз головы вас не смутила. Техника 6-0. Выброс замечательный. Что смутило в артистизме? Сейчас расскажу. Вообще, когда будут Олимпийские игры, то это будет битва богов. И там будет решать мельчайшая деталь. А у меня сейчас произошел вот тот самый эффект обманутого ожидания. Я очень ждала выступления этой пары и безумно хотела их видеть. И вот такого ах, такого впечатления на меня они не произвели. Я не имела права не поставить 6-0 за технику, потому что они были выше всех абсолютно. Они прекрасно владели элементами. Но от номера, от какой-то чувственности, от образности я не получила того удовольствия, на которое я ждала. Поэтому вот для меня чуть-чуть было в настроении такое падение вниз. Поэтому 5-9. Понятно. Спасибо большое. Поздравляю вас с началом профессиональных соревнований. Скажи, пожалуйста, вот слезы в твоих глазах. Это было по поводу такого обилия 6-0 в оценках? Или по поводу волнения, что это первый профессиональный чемпионат, ты вновь выступаешь со своим драгоценным партнером, с которым у вас столько золотых медалей? Или это микс? На самом деле я безумно счастлива, что опять я выступаю с Максимом, потому что это, наверное, мои самые счастливые моменты жизни на льду. В то же время слезы не то, что, наверное, от оценок, от чего-то еще, а сама история, она такая бытовая, она о том, как нужно говорить. И у каждого есть еще один шанс. И вот именно эта история заставляет задуматься и, наверное, наворачиваются слезы на глаза. Не только у тебя. Мощный месседж для каждого из нас. Мы будем разговаривать. Вопрос к тебе. Такие, может быть, жесткие комментарии. Как ты вот к этому относишься от Елены Анатольевны? Абсолютно спокойно и с большой благодарностью, потому что очень приятно видеть таких достойных людей здесь у нас в жюри. И очень приятно то, что они не видели нас долго и объективно оценивают нас. Поэтому для нас каждое их замечание – это огромный-огромный подарок. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за удовольствие. Наша следующая участница родилась в спортивной семье. Ее мама – международный судья по фигурному катанию. Сестра занимается синхронным катанием. Отец, дядя и двоюродные братья – хоккеисты. А тренирует ее тетя, которая сама когда-то была фигуристкой. Господи, ничего себе семейка. У них таверная дома, вместо паркета лед. Ну, чего не знаю, того не знаю. А вот то, что она в 13 лет начала прыгать тройные прыжки – это факт известный. На льду чемпионка Европы Сара Майер. Швейцария, сборная мира. Пару секунд буквально. Я знаю, что, наверное, сейчас ты думаешь о своей программе. Ты нервничаешь? Да, я на самом деле очень нервничаю, потому что я уже не соревновалась, наверное, несколько недель. Это первый раз, когда ты участвуешь в профессиональном соревновании? Нет, я в прошлом году участвовал в одном, это второе. Но в России первое. Да, в России первое. Это короткая программа. И у тебя есть обязательные элементы. Какой самый сложный? Два двойных акселя и каскад. Скажи, как ты думаешь, российские зрители будут тебя поддерживать или не очень? Я надеюсь, будут. Я в России первый раз, и я в восторге. Я надеюсь произвести хорошее первое впечатление. Поверь мне, произведешь. Фанаты будут тебя поддерживать. Ответь еще на один вопрос. Ты выступаешь за сборную мира. Как считаешь, сложнее выступать за себя или за сборную? Я думаю, что и то, и другое. Я восхищаюсь всеми, с кем соревнуюсь. И, конечно, я не хочу разочаровать свою команду. Не разочаруешь. Удачи и хорошего проката. 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 Но вот как тогда мне казалось, что не хватает то ли пластики, то ли хореограф плохой работы, так все и осталось. Ну, на самом деле, в общем-то, такой достаточно веселый номер, но мне тоже кажется, не хватало немножко все-таки женского катания, женских каких-то побольше элементов фигурного катания. Ой, как одиноко-то, наверное, одной на нашем Кисенкрай диванчике сидеть. Где же Жулин с Авербухом? Итак, оценки Сара Майер. Оценка за технику. 5-8, 5-8, 5-8, 5-9, 5-9. Средний балл 5,84. Оценка за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,94. И общий балл 11,78. Олег, пожалуйста, прокомментируйте. 6-0 за артистизм. Наверное, для вас все-таки вот эта вот трансформация костюма повлияла как-то, да? Ну, Петр, не забывайте, я все-таки мужчина, да, каталась симпатичная девушка. Конечно, повлияла. Конечно. И учитывая то, что и музыкально все было сделано хорошо, и программа хорошо поставлена, представлена правильно, и она понравилась не только мне, но и всем зрителям. Спасибо, спасибо, Олег, большое. Виктор, как олимпийского чемпиона в одиночном катании, хочу спросить. Ну, в целом, я хочу сказать, что Сара справилась со своей задачей, она исполнила программу зажигательно, музыкально. Были выбраны акценты, находки с костюмом. То есть, по-настоящему профессионально подошла к этой программе. Была небольшая помарка на двойном акселе, вот за что я снял, а все остальное, по-моему, было выполнено хорошо. Хорошо, спасибо большое. Итак, Настенька, тебе слово. Здравствуйте, дорогая Сара. Радую все здесь вас приветствовать. Я так понимаю, что не первые профессиональные соревнования в вашей жизни. Оценили ли вы нашу публику, теплоту, с которой вас так все приветствовали и поддерживали все ваше выступление? О да, для меня это было очень здорово. Столько энергии я получила. Я действительно вначале очень нервничала, поэтому мне было очень приятно получить столько аплодисментов. Скажите, пожалуйста, устроил ли вас результат вашего катания, я имею в виду оценки, или вы ожидали более высоких баллов? Нет, вовсе нет. Я очень удивлена, что мне поставили такие высокие оценки. Я согласна со всеми судьями. Для меня это было сложно. Сложно было приспособиться к небольшому размеру катка. Спасибо вам огромное. Welcome to Russia. Спасибо. Про нашу следующую спортсменку я знаю все, Питя. Она выиграла 7 чемпионатов Европы. Больше, чем легендарная Катарина Витт. Она первой из фигуристов прыгнула каскад из трех прыжков. Ей присуждали самые высокие оценки за технику 6-0. Да, Настя, ты меня поражаешь своими знаниями. Я даже знаю почему. Потому что... Потому что это гениальная спортсменка, завоевавшая более 50 золотых медалей. Все, 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 Настя. На льду 7-кратная чемпионка Европы, 2-кратная чемпионка мира. Ирина Слуцкая, сборная России. Скажи, пожалуйста, ты участвовала в профессиональных соревнованиях, я знаю, в командных соревнованиях, но это проходило за рубежом. Сейчас ты участвуешь в России. Вот чем-то отличается? Я думаю, что отличается настроем, волнением. Я безумно-безумно волнуюсь, потому что для нас это впервые. Я безумно переживаю и не хочется подвести команду. Я видел, конечно же, твои тренировки, ты в отличной форме. Вот ответственность катания за команду, она сложнее, выше, чем ответственность, когда индивидуально соревнуешься? Или как-то проще? Я думаю, что это нельзя сравнивать, потому что выходя на ляд, все равно ты только думаешь именно о своем катании, о своих элементах. Ну и где-то там команда. Это, наверное, уже когда ты откатываешься, ты сидишь, ждешь оценки, ты понимаешь, подвел ты команду или не подвел. Ну, я думаю, в твоем случае ты не подведешь команду. По-любому команда сильная очень, и я думаю, все за тебя будут болеть, как и зрители. Ни пуха, ни пера. И, ну, я не буду раскрывать твои образы, я знаю, что это очень интересно. Удачи тебе. К черту тебя, Петя, к черту. К черту тебя, Петя, к черту. Петя, к черту. Кто тебя, К черту. К черту. К черту, я знаю. К черту тебя, получай. К черту тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Комментарий, по-моему, излишен, но все же, Елена Анатольевна, вам слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажи, вот 12 баллов у таких метров, ну, колени же дрожали перед тем, как выйти на лед. Действительно, Настя, очень сильно волновались, потому что, когда стоял вопрос, что мы будем ставить, я сказала, Илюш, хочу что-нибудь совершенно в ином образе. И как-то вот Илье в голову, Илье Станиславовне Масленниковой, все говорят, давай вот эту музыку, правда, ее уже используем, давай, давай ее поставим, здесь можно, здесь такой простор для творчества. Я говорю, давайте, и вот сделали из меня, он такой вот, удачно, удачно, пишите, прошу, тебе идет. Да, не буду говорить эти слова, но волновались все, я ужасно волновалась, потому что вставила действительно сложный прыжок, с которым мне хотелось выйти, хотелось очень его сделать, и волнению не было предела, но все получилось, я очень-очень рада, и, наверное, даже благодаря тому, что первый прыжок сложился, и сложилась-то и в дальнейшем прекрасна вся программа. Спасибо тебе большое. Илья, спасибо тебе. Татьяна Анатольевна Тарасова о нашем следующем участнике как-то рассказала. Он настоящий артист. Он может довести публику до слез, до того, что оно будет не вставать, а вскакивать. Открою тебе секрет, Петя. Не все настоящие артисты делают трюки сами, а тот, о ком ты говоришь, выступает без каскадеров. Да, Настя, он выполняет сложнейшие прыжки, фирменные дорожки и большое количество сведущих элементов. Встречайте, трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, сборная России. Леш, один вопрос. Хочешь ударить меня в лицо, хочешь ногой, неважно, но зрители должны знать, что ты чувствуешь перед тем, как выйти на лед. 30 секунд осталось. Волнуешься? Нет, волнение, вы знаете, казалось бы, уже все позади, все вершины пройдены, все, что могли выиграть, уже выиграли, но все равно волнение всегда есть. Мне кажется, отличает это состояние от тех спортсменов, актеров, которым, наверное, не очень важна их профессия. И не важно, сколько лет ты в той или иной профессии, в каком-то направлении развиваешься, волнение должно быть всегда. Волнуешься за себя или за команду? Что больше? Я, знаете, прежде всего, наверное, за себя, чтобы доехать в свой номер до конца. Удачи, Лех. Гуд лак. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I have burned my tomorrow And I stand inside today At the edge of the future And my dreams all fade away I have burned my tomorrow And I stand inside today At the edge of the future And my dreams all fade away And burned my shadow 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 And burned my shadow And burned my shadow away 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И когда номер заканчивался, а в груди вот такое чувство, только бы еще покатался. Да, я тоже прям испытываю настоящее наслаждение, как зритель. И, конечно, на льду. Олимпийский чемпион, это чувствуется. Его виртуозные ноги, просто фантастические. Нерв, который он дает, который он умеет завораживать, чем он умеет. И комбинированные вращения, и прыжки. И, конечно, его уникальные шаги. И вот эта вот душа его, это, конечно, гениальный спортсмен. И спасибо ему за то, что он нам подарил. Итак, оценки Алексея Ягудина. Оценка за технику. 5-9, 5-9, 6-0. 5-9, 5-9. Средний балл 5,92. Оценка за артистизм. Все 6-0. Общий балл 11,92. Сумасшедший темп. Потрясающий, конечно, образ. Игорь, скажи, пожалуйста, вот 5-9 за технику. Чего тебе не хватило? Очень многие интересуются в этом зале. Во-первых, я могу сказать, что я просто поражен энергией программы. То есть это очень сложно катать. Программу такую, я просто знаю это. И я просто поражен, на каком уровне энергетическом она была исполнена. Просто потрясающе, Алексей. Единственное, ты тройной тулуп. Ну, я думаю, ты сам второй. Сам тоже не очень доволен, поэтому пришлось поставить 5-9. Но просто поражен программой. Очень здорово. Виктор, тебе тоже чуть-чуть чего-то не хватило. По всей видимости, того же, нет? Абсолютно того же, да. Вот это, ты качнулся все-таки на тулупе. Ты это сам почувствовал. Я по твоему лицу даже увидел в программе, что ты немножко понял, что вот здесь вот небольшая помарочка. А так владение коньком потрясающе. Быстрота исполнения поворотов. Покрытие площадки. Ну, все остальное на 6-0. Вот сделай тулуп, 6-0. Вопрос в день. Я так понимаю, просто Алексей еще катался первым среди одиночников. Поэтому, наверное, чуть-чуть еще придержали оценочки. Вот Татьяна Анатольевна, например, никакого качания на приземлении не увидела по всей видимости. Думали, что ты прав. Или была ли Татьяна Анатольевна вообще здесь? Татьяна Анатольевна, ваш комментарий, пожалуйста. Я хочу сказать так. Любовь сильнее справедливости. Спасибо большое, Настенька. Настенька, тебе слово. Ну, сильнее справедливость и любовь. Никто никогда вот из присутствующих и тех зрителей, кто по ту сторону экрана, ни одну эту 5-9 не простит. Помните об этом. Вам еще долго жить в этой стране? Ну, скажи, что да, я права. Нет, ты не права в корне, а на тысячу процентов. Потому что для меня получить такие оценки – это действительно подарок. Я реально смотрю на вещи в своей жизни и понимаю, что вот это качание на приземлении со второго прыжка – это подарок, что этот прыжок состоялся изначально. Поэтому спасибо, что, ну, сегодня праздник. Во-первых, Татьяна Анатольевна здесь. Это раз. Это раз. И уже можно на этом, в принципе, заканчивать. Но здесь гениальные люди, гениальные тренеры и также те люди, которые продолжают развивать фигурное катание. И сегодня еще один сюрприз. Илья Авербух никогда не сидел со мной официально в Kiss and Cry. Не любит тебя? Нет, почему он меня любит? Просто сегодня впервые появилась у него такая возможность. Спасибо тебе большое. До встречи в следующем этапе. Сейчас Петя. Женские сердца начнут биться сильнее. На лед выйдет такой красавчик. Я так понимаю, Настя, ты не меня сейчас имеешь в виду. А нашего следующего участника, среди знатоков фигурного катания, он больше славится своими исключительными вращениями на высокой скорости. А еще, говорят, он собирает божьих коровок. Это так мило. Встречайте, двукратный чемпион мира. Стефан Ламбель. Швейцария. Сборная мира. Я знаю, что сейчас ты, наверное, думаешь о программе, о том, как будешь кататься. Пара моментов. Ты уже соревновался с Алексеем в какой-то момент времени. Можешь об этом кое-что сказать? Да, мне уже повезло. Я соревновался с Алексеем во время Олимпийских игр в Salt Lake City в 2002 году. Это была для меня первая Олимпиада, первый международный опыт. И я видел, как он катается, это было просто невероятно. Поэтому сейчас для меня особенный день. Прошло почти 12 лет, и сейчас я снова соревнуюсь с ним. Это очень здорово, не могу дождаться. Ты будешь не только соревноваться с ним, но и сможешь, возможно, победить его. Я знаю, что это добавляет напряжение. Сейчас ты катаешь короткую программу с техническими элементами. Какие самые сложные? Ну, как вы сказали, самое главное — чисто откатать свои элементы. Но я сейчас не думаю о том, чтобы выиграть у Алексея. Я хочу чисто откатать программу, сфокусироваться на своих технических элементах, но еще и продемонстрировать высокий уровень артистизма. Мне кажется, это моя сильная сторона. Я хочу показать судьям, что я могу передавать чувства и эмоции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Это увертюра копери Вильгельмтель, великого итальянского композитора Джака Моросини, который тут же объясняет костюм Ламбьеля. Вот бывает уйдет спортсмен, из крупнейших международных турниров не выступает и тут же забывается, а вот Стефану запомнили. Ой, ну вы знаете, конечно, большое спасибо Первому каналу, что можно получить такое удовольствие посмотреть наших и иностранных фигуристов, которые блистают. Вот каскад из двух тройных прыжков и, конечно, замечательное вращение Стефана. И самое главное, он эти программы ставит сам, и он является постановщиком очень многих программ действующих спортсменов. И, конечно, это уже грациозность, пластичность, виртуозность. Итак, оценки Стефан Ламбьель. Первая оценка за технику все шестерки. Оценка за артистизм все 6-0. Средний балл 6-0-6-0. Общий балл 12 баллов ровно. Не побоюсь этого слова. Ледовый шедевр. Виктор, пожалуйста, прокомментируй. Я с тобой согласен, Петя, это действительно шедевр. С такой легкостью, с какой Стефан исполнял сегодня прыжки. По-моему, он в спорте даже так не исполнял. Вращение, смена позиций, центровка. А исполнение дороже. Какие крутые дуги. Поэтому придраться вообще не к чему. Спасибо большое, Виктор. Елена Анатольевна, мнение, конечно же, отражено оценками, но хочется его услышать. Озвучите, пожалуйста. Я очень рада, что любители фигурного катания наконец смогут вновь увидеть этого замечательного фигуриса. Потому что мы давно его не видим здесь, в России, на каких-то крупнейших соревнованиях. Вообще, я хочу сказать, что он был бы украшением и грядущей Олимпиады тоже. Потому что эта техника блестящая. А самое главное, вот всегда была вторая оценка за артистизм. Все его программы. Это проникновение такое музыкальное. Он так отражает музыку. Он так ее чувствует. Нигде не обманул ни нас, ни себя. При высочайшей технике. И всегда это очень интересный образ. Поэтому благодарю, Стефан, за это выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот никто не смог ответить на этот вопрос. Как вам удается сохранять спокойствие и уверенность в соревновательных моментах? Вы знаете, я просто обожаю кататься. Это у меня в крови. Когда мне было 7 лет, я мечтал участвовать в такого рода соревнованиях, в таком шоу. И для меня большая честь быть сегодня в России. Я большой фанат российского фигурного катания. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И для меня действительно огромная честь кататься перед легендами фигурного катания. Великолепными людьми. Я хотел бы поблагодарить их за их оценки. И в следующей программе я покажу все, на что способен. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. И спасибо за огромнейшее удовольствие, которое вы доставили всем там от меня личное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши следующие участники 10 раз становились чемпионами Болгарии. И трижды пробовали свои силы на Олимпийских играх. А еще у них очаровательный сынишка по имени Даниэль. И вообще они очень красивая пара. А еще они ставят программу другим фигуристам и участвуют в разнообразных ледовых шоу, которые неизмененно пользуются успехом. Встречайте! Многократные призеры чемпионатов Европы. Двукратные чемпионы мира по танцам на льду. Албена Денкова и Максим Ставицкий. Болгария. Болгария. Сборная мира. Альбиночка, Максим, есть ли у вас какие-то суеверия, которые как бы помогают вам перед стартом? Вот что-то там с левой ноги куда-то одеть ботинок или... Мы забыли, когда мы начинали спорт, а потом уже решили доверяться только собой и друг другу. Поэтому мы перестали... Вся эта примета, у нас нет талисманов, мы верим друг в друга и в себе. Я надеюсь, что зритель вас поддержит. Удачи вам! Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, кто у нас в стране не любит фигурного катания? И я тоже люблю. И, честно говоря, никого не желая задеть или обидеть, я больше люблю выступления танцевальных пар. Вот и сейчас, от выступления Албена и Максима, Я в восхищении получил колоссальное удовольствие за фантазию, за великолепное владение коньком, за то, что они не постеснялись рассказать нам вот такую историю под танго. Конечно, они нам показали мини-спектакль, и я думаю, что Игорь Шпибан даже может сейчас взять поддержки, которые новые, я, например, не видела, и для своих спортсменов. Это тоже большое уважение к творчеству, и я думаю, что Максим проявил свое творчество в этом номере. Албена Денкова и Максим Ставицкий. Оценка за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 5-8, 5-8. Средний балл 5,88. Оценка за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92. Общий балл 11,80. Игорь, на ваш взгляд, вот была замечательная поддержка, нижняя поддержка, где Албена прямо вот за лицо Максима так схватила рукой. Это была сдержанная страсть, или это была уже страсть не очень сдержанная? Я вообще являюсь огромным поклонником Албены и Макса, они мне сегодня доставили огромное удовольствие. Я поставил 6-0 за технику, потому что танец, аргентинская танго очень сложная. Он катается всегда очень близко, и очень много сплетений ног, и очень довольно сложные поддержки были. Все поддержки были очень сложные и разные, и мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, Игорь. Татьяна Анатольевна. Я хочу сказать, что не стареют душой ветераны. Спасибо. Вот про меня просто. Вы такие молодцы. И вообще, знаете, я вот сижу здесь и думаю, как интересно. Ты был у меня в театре. Я тебя тренировала. Потом ты был... Много лет ты был у Игоря. А Игорь ученик Милы Пахомовой, которая ученица Елены Анатольевны Чайковской. И дальше тебя тренировал Саша Жулин. И дальше ты уже тренируешь и ставишь в следующем поколении. И понимаете, вот когда спрашивают тебя иногда журналисты, вы когда-нибудь испытывали счастье? Вот я сейчас его испытываю, потому что с Олегом тоже пройдено очень много. С моими спортсменами Андрюшей и Наташей Бестемьяновой и Сбукиной. Они вместе поднимались и росли. И вот таким образом осуществляется связь поколений. И Витя. И Витя, первый человек, который из Одессы. Олимпийский чемпион. И я была еще молодая и видела, как он встал на коньки. И имела удовольствие делать ему программу. Когда-то. И вот так нас всех здесь объединила эта профессия. И мы все к друг другу имеем какое-то отношение. И любовь. Правда, Саша? Так, Татьяна Анатольевна, начните с того, что вы моя ученица. Да. Для начала. Для начала. Самое важное. Потом пойдем дальше. Нет, Голубка, конечно, я это... Я хотела сказать, я ученица Елены Тольной-Чайковской. И всегда, вот сейчас можно войти ко мне в дом. И всегда ее портрет будет висеть в моей квартире. Спасибо. Спасибо большое, жюри. Настенька, тебе слово. Ну что же, с началом вас поздравляю профессиональных соревнований. Скажите честно, соскучились по настоящим соревнованиям, по такому жюри? Безумно соскучились. И вообще, ощущение, что опять повторяются наши соревновательные годы. Опять чемпион мира, чемпионат мира, Олимпиады. Тем более соперники, в принципе, все те же. И, наконец, адреналин появился в крови. Вот этот вот здоровый адреналин спортивный. Отлично. Скажите, как вы считаете, достойный вы вклад внесли в командный зачет? Ну, могли бы и лучше, конечно. Но поскольку это первый выход на лед, конечно, когда уже я вышла здесь... Все остается в сравнении. Было, да, было чуть-чуть волнительно. И могли бы, наверное, скатать и лучше. Это, наверное, точно. Но я думаю, что справились у нас с сегодняшний день хорошо. Надеюсь, в следующем танце мы постараемся больше. И наш вклад будет гораздо больше. Да, и спасибо огромное нашим судям. Это уже не жюри, это суди, это рефери, суди. Вот за эти слова, что да. Значит, мы показали, что мы не стареем. Нам это очень приятно, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам огромное и за удовольствие. И удачи вам. Спасибо. Про следующую пару могу сказать, что они звезды не только фигурного катания, но и различных светских мероприятий. Маловато как-то, Настя. Вообще-то они вошли в историю танцев на льду как первая пара, выигравшая чемпионат мира как среди юниоров, так и среди взрослых. Уверена, что на катке они так же красивы, как и перед объективами светских фотографов. На лёд приглашаются чемпионы мира Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин. Сборная России. Ребята, волнуйтесь? Волнуемся очень. И действительно, это какие-то давно забытые ощущения. И обычно мы же не говорим перед тем, как выходить на лёд. Сейчас вам кто-то мешает, вы меня, да? Да, что-то такое происходит. Я буду короток. Ты волнуешься, Оксана? Ну, конечно. Мы на самом деле давно с Максимом не выступали в паре на каких-то соревнованиях, на зрителях, для судей. Поэтому, конечно, оно присутствует. Хорошо. Сегодня у нас командные соревнования. Больше ответственности или меньше, чем в индивидуальных соревнованиях? Мне кажется, ответственность в каждом дне присутствует, потому что всё-таки нужно, во-первых, не подвести команду, а в другой день не подвести самого себя. Поэтому, мне кажется, неважно. Главное – кататься хорошо. Я была хорошо. Я была хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, Олег! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Завидовать можно и артистизму этой пары, и технике, и, безусловно, невероятный музыкальность. Встречайте! Призеры чемпионатов Европы и мира по танцам на льду. Маргарита Дробяско и Повелос Ванагас. Литва. Сборная мира. Рита, Пов, я знаю, что вы сейчас настраиваетесь, не буду вас отвлекать очень сильно. Пару вопросов. Последние самые мысли. Ну, так как мы представляем маленькую Литву в команде мира, то, конечно, я переживаю за свою маленькую страну, да, потому что мы, вообще-то, за команду мира выступаем впервые или второй раз. Второй раз в своей жизни. Это большая, конечно, ответственность. Это большая честь для нас, вообще-то, представлять команду мира. И мы, конечно, сейчас со своей премьерой надеемся, что результат общий постараемся не испортить, а улучшить. Я уверен, что вам это удастся, ребята. Я знаю, что вы неординарные фигуристы, у вас всегда в багаже какие-то уникальные номера. И зрителя, вы порадуете. Я знаю, что у вас огромное количество поклонников, которые вас поддерживают, дадут вам силы. Поэтому удачи и... Да, но сегодня у нас очень ординарный номер, очень простой, вот из-за этого чуть-чуть переживаем. Я-то знаю, я-то знаю, насколько он ординарный. Сейчас увидим. Удачи, ребят. Удачи. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 нет и сейчас. Идейный руководитель Повелос Ванагас. Но Рита, какая сегодня была. Правильно, Лена, все становятся артистичны в нашем проекте. Да, просто актерский этот номер просто уникальный. И настолько действительно неординарный, виртуозный номер. Интересные поддержки, переходы. Просто гениально, одно слово. Молодцы, очень-очень хорошо. Ну, просто настолько неожиданно, что... Я назвал номер «Чемоданное настроение». Чемоданное настроение, тире «Грибы». Нет, ну это интересно. Нет, все в шоке сидят. Грибка такая, посмотри на судья. Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас. Оценки за технику. 5,9-5,9-5,9-5,9-5,8. Средний балл 5,88. Оценка за артистизм. 5,9-6,0-6,0-6,0-6,0-5,9. Средний балл 5,96. Общий балл 11,84. Елена Анатольевна, должен спросить вас, как тренера этой пары. Ну, они всегда безумно ясно и красиво раскрывали любовь друг к другу, и сейчас им это тоже удалось. Я просто всегда жду, когда выходят танцы, я жду танцев. И для меня это самое главное. Сейчас я, к сожалению, при их-то возможностях, я-то уж как никто это знаю, они могли это все разнообразить, расцветить. Им все-таки я от вас жду, что вы это покажете. Спасибо. Спасибо, Илья Анатольевна. Виктор, я вижу оценка 6,0 за артистизм. Поясни, пожалуйста, чем тебе понравилось чемодан? Мне очень понравилось выступление. Это такой в стиле цирку с десолей. И что мне еще импонирует в этой паре, и всегда импонирует, что одно движение переходит в другое, то есть такие кружева. Единственное, что мне, ребята, не хватило скорости. Вот поэтому 5,9. А все остальное было очень хорошо. Молодцы. Скажи, пожалуйста, вот вновь почувствовать дух соревнований, вернуться к своему любимому, дорогому партнеру, который еще при этом является твоим супругом, каково это? Конечно, вернуться к партнеру, к такому, не потому, что это мой партнер. Если бы это был даже не мой партнер, я бы с удовольствием с ним покаталась бы, потому что в руках Повелоса чувствуешь себя абсолютно свободно и уверенно, и это прекрасные ощущения. Ну, в общем, катались мы, конечно, думали про историю, а не про соревнования, и, конечно, мне очень-очень здорово кататься опять с Повелосом. А вот не щемит сердце, что все-таки не удалось принести в команду самые высшие оценки? Скажи. Ну, еще все впереди у нас, мы только размялись, так что ждут еще три этапа, и будем стараться изо всех сил. Хорошо. Спасибо вам большое. Удачи. Они расходились и воссоединялись в нот. Они до сих пор остаются одной из самых ярких пар в танцах на льду. Их победы на Олимпийских играх в Турине до сих пор помнят знатоки и любители фигурного катания. Они желанные участники лучших ледовых шоу. А еще они любимцы прессы, что согласись, Петя, для звездного статуса тоже очень важно. На льду трехкратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в танцах на льду, Татьяна Навка и Роман Костомаров, сборная России. Ребята, одну секунду. Отвлекаю, знаю, отвлекаю, но пара слов буквально для зрителей, для зрителей. Они хотят знать, о чем вы думаете перед тем, как выходить на лед. Танюш. Это кошмар. Мы думаем обо всем, что угодно, и думаем, зачем нам это нужно. И в то же время, конечно, мы чемпионы по натуре. И ужасно-ужасно волнуемся. Даже как будто бы на Олимпийских играх, да? Волнуетесь оба или? Волнуемся оба, конечно же. И реально ощущения такие какие-то вернулись из 2006 года, когда мы так же выходили вместе и, конечно же, волновались. Но будем надеяться, мы справимся с волнением и покажем то, что хотим показать. Руки холодные от страха, правда. Не буду вас больше отвлекать. Удачи, я знаю, зрители ждут с нетерпением. Удачи, я знаю, у вас классный номер. Ты меня на рассвете разбудишь. Проводить, не обутая, выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Не мигают, слезятся от ветра. АПЛОДИСМЕНТЫ Безнадежные коренья вишни. АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращаться в плохая примета. Ты меня никогда не увидишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это превендрит торментас Кональкорасон Я знаю, чем скорее уедешь Тем мы скорее вечно будем вместе Как не хочу, чтоб уезжал Как я хочу, чтоб ты скорее уехал Возьми меня, возлюбленный с собой Я буду тебе парусом в дороге Я буду сердцем буря предвещать Мне кажется, что я тебе делаю Не хочу со бессмысленной мыслью Парафраз, залетевших отсюда Я тебя никогда не увижу Я тебя никогда не забуду 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 Откатались олимпийские чемпионы. Что тут комментировать, а не олимпийские чемпионы? Это ж какая идея гениальная заложена в этом Кубке профессионалов на Первом канале? Леночка, оцените, пожалуйста, вот командные соревнования, я понимаю, что на Олимпиаде это будет сложнее, но само построение интересно или нет? Вы знаете, конечно, мы сейчас видим на примере наших гениальных спортсменов, наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира, прежде всего, гордость за наших спортсменов. И, конечно, мы видим этот дух, все равно соревновательный он существует, и, надеюсь, наша команда, которая будет выступать в Сочи, поддержит этот дух, и мы только ей пожелаем удачи. Победы! Конечно! Победы! Только победы! Реально, 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 хорошо. Если добавите, ну, еще на большом катке скоростью, он такой, он такой, его можно катать. Татьяна Навка, Роман Костомаров. Оценки за технику. 5-9, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Оценка за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6-0. Общий балл 11,98. Игорь, твое мнение? Мне очень понравилось выступление, и всеми горячо любимое произведение они полностью выразили. То есть для меня особенно меня поразил эмоциональный уровень. Таня просто потрясающая. Спасибо огромное. Технически я поставил 5-9. Мне показалось, немножко, несколько выходов из поддержек не самым идеальным образом было исполнено. Но, тем не менее, это не сгладило для меня впечатление программы. Это 6-0 однозначно, безусловно. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Елена Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Вот это танцы. Вот это танцы. И другого сказать нельзя. Когда они будут выступать, их не перепутаешь ни с одним из видов фигурного катания. Даже там, Танюша, где ты ошиблась в кораблике, когда вы разъезжались, и тот и была права. Потому что вы уезжали в разные стороны от вашей судьбы. И вы... Ты как бы вздрогнула, зная, что тебя ждет в дальнейшем. Это было тоже в эту же тональность. И я хочу сказать, что, ну, вы всегда были замечательной парой. И вот вы раскрываетесь каждый раз в новых каких-то качествах. И это очень зрелое катание. Спасибо вам за танец. Спасибо, Илья Анатольевна. Татьяна Анатольевна, вам слово. Я тоже сомневалась в первой оценке. Так же, как и Игорь. Не используйте в вашем состоянии подсечки. Меньше их используйте. Потому что хочется... У вас хочется только совершенства. Потому что, конечно, эмоциональная составляющая этого номера... Не 6-0, а 10. Пожалуйста, имейте это в виду на следующие программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Тань, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты человек, конечно, соревновательного характера. Это тебе все очень близко. К кого вот прийти в профессиональные соревнования? С каким настроем? Это ужасно. Раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я так волновалась. Я не знаю, почему даже. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сегодня это волнение, вот это ощущение, оно нас вернуло в тот 2006 год в Турин. И вот как мы были, вот одно целое с Ромкой и Саша сегодня здесь сидит с нами. И это, конечно, вот возвратило туда. И это необыкновенно незабываемое чувство. И спасибо большое, вот что у нас есть такая возможность. Да, действительно, это потрясающее ощущение, которое немножко позабыто. Но вновь вспомнить это, вновь то волнение, которое было тогда, и которое, в принципе, присутствовало сейчас. Это огромное удовольствие, на самом деле. Спасибо вам огромное. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Итоговая таблица первого этапа Кубка профессионалов. Россия выиграла этап преимущества почти в один балл. Для вас этот этап комментировали Елена Водорезова и Владимир Гомельский. Большое спасибо за доставленное удовольствие. А я хотел бы Лене Водорезовой пожелать успеха на Олимпиаде в Сочи. Там будут ее воспитанники. Наша сегодняшняя программа стала настоящей звездной феерией. Кстати, были времена, когда по звездам люди ориентировались в пространстве и времени. По нашим звездам, Настя, можно ориентироваться в славных страницах новейшей истории фигурного катания. В следующей программе наши участники продолжат соревноваться в командном зачете. И мы узнаем, какая из сборных окажется сильнейшей. До встречи на самом ярком, непредсказуемом и увлекательном шоу «Ледниковый период Кубок профессионалов». Всем пока! До свидания!